здравствуйте дорогие ребята это серия номер два моего персонального челленджа где я отвечаю на ваши вопросы и мы выпускаем одно видео в каждый день в течение 30 дней ребята параллельно с этим я еще стараюсь быть супер продуктивным вести мой пг марафон где у меня более 90 человек находятся под тотальным жестким контролем ну и конечно оставаться семьянином хорошим и отцом двоих детей это тоже требует большого времени поэтому ребята я заклинаю вас будьте продуктивными не оправдываетесь перед самим собой и всегда старайтесь делать максимум поехали друзья отвечаем на вопрос который нам прислали в ютюбе нам прислала ксения усова здравствуйте алексей сделайте пожалуйста подробное видео для девушек как правильно питаться на пг у многих возникают проблемы с женским циклом мне самой очень нравится пг но пропали месячные дни и ответов на свои вопросы что именно делаю не так я нигде не нашла пришлось вернуться к обычному питанию и до сих пор не могу восстановиться если у кого схожая проблема напишите пожалуйста поехали разбираться ксюшенька вы абсолютно по адресу ксения самая главная проблема который я вижу постоянно это когда девчонки вылетают за рамки адекватного питания на такой эмоции я сейчас похудею и начинают жестко обезжиривать свое питание ксения пожалуйста про сканируйте свою диету ваша задача иметь 60 процентов всех калорий или 50 хотя бы процентов всех калорий попадающих к вам организм из жиров ваша задача как женщины для того чтобы сохранить свой цикл мало того для того чтобы чувствовать себя классно на пг вы должны питаться не беря в первую очередь низко жирную высокоуглеводистую либо высокобелковую и низко жирную и низкоуглеводистую пищу а в первую очередь когда вы просчитываете свой калораж вы берете на первое место жиры если вы думаете по следующей схеме мне нужно получить например 40 грамм белка и вы думаете из какого источника получить вам 40 грамм белка я вас заклинаю не думайте о куриных странных грудках не думайте о источниках калорий а в этом случае источниках белка обезжиренных думайте о красной рыбе думайте о говядине думаете о куриных бедрах, думайте о индейке части жирной, либо о утке. Ваша задача в особенности для сохранения женского здоровья получать большую часть ваших калорий из источников жира. Я отнюдь не призываю вас переходить на хета. Нет, нет, я здесь больше пропагандирую палеосхему. Ребята, пожалуйста, старайтесь не перегибать с обезжириванием, потому что женские дни, они реагируют напрямую на количество жиров. Ваше периодическое голодание является достаточным стрессом для организма. И, конечно, на фоне общего обезжиривания могут пропасть критические дни, но они пропадают по большей части на обычных классических диетах, точно так же, как и на ПГ, если вы не будете добирать жиров. Поверьте мне, я не один такой случай рассматриваю, особенно в моих марафонах. Девчонки приходят и говорят, Алексей, нету что делать. Я говорю, есть сало, есть авокадо, есть больше продуктов с содержанием жиров, 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 жиров. Конечно, вы не забываете о фруктах, вы стараетесь не просто есть низкоуглеводку, при этом обезжириваться и есть один белок. Вы стараетесь есть суперсбалансировано по принципу палеодиеты. Что такое палеодиета? Ссылка будет здесь. Пожалуйста, смотрите видео, развивайтесь всесторонне и старайтесь ваше ПГ начинать, например, с 12. Через там 2-3 дня вы делаете в час, вы стартуете. Либо вы сразу можете начинать в 4. Вообще прекрасно. Если вы сразу начинаете в 4, сделайте, например, 3 дня на периодическом голодании, затем 2 дня без него. Затем 4 дня на периодическом голодании, затем 1 день без него. Фиксируйте и старайтесь модернизировать под себя. Чувствуйте свой организм, чувствуйте свое тело. Но ради всего святого, никогда не забывайте о жирах. Жиры являются ключом женского здоровья. Жиры являются ключом гормонотворной функции. Это главное, что вы должны учитывать. Ну и схема ПГ, конечно, 16 на 8, 20 на 4. Опять же, более детально о схемах ПГ. Вот здесь будет ссылка. Потрясающий лайв-эфир, где я рассматриваю все схемы периодического голодания, как они работают, как их нужно практиковать. Не только 16 или 20-часовые, но и суточные. 48 и 72 часа мы рассматриваем. Поэтому, ребята, обязательно посмотрите этот лайв-эфир. Это мой ответ на самые часто задаваемые вопросы, которые я решаю практически на почве каждого дня. Как сохранить женское здоровье и как получать все бонусы от периодического голодания. Спасибо вам огромное за ваши вопросы, друзья. Если вы не подписаны на канал, обязательно нажимайте здесь кнопку и нажимайте звоночек, потому что мы часто делаем прямо эфиры. Спасибо вам огромное, друзья, и мы двигаемся вперед!